Добрый вечер, мои подписчики, мои друзья, зрители, те, кто меня еще не знает. Меня зовут Вячеслав, я президент Абаканской Федерации Кио-Кусинка и Карате. О чем бы я хотел с вами сегодня поговорить? В последнее время очень сильно муссируют у нас выборы. Но полилась уже грязь, начали властимущие всячески пытаться сорвать выборы для того, чтобы потом в дальнейшем поставить своего кандидата. В ответ летят там такие же камни, не понять зачем. А вообще по факту нужно дать четкие цифры, объяснить суть той или иной проблемы. Что бы я хотел сегодня сказать? Во-первых, и самое важное, пожалуй, это мое личное мнение. Никого, ничему не призываю. Думайте своей головой. Я вам озвучу свою точку зрения. Все. Для меня лично партия «Единая Россия» умерла, как только они почти единогласно приняли антинародный закон. Итак, подробно. В связи с последними откровенно антинародными и вредительскими законами партии «Единая Россия» из законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию до 63-60 лет возникла необходимость собрать информацию о всех законах, выдвинутых или принятых партией большинства в Государственной Думе. Партией «Единая Россия» напомню. Итак, например, вот список законов, принятых с подачи «Единой России» за осенне-весеннюю сессию 2017-2018 года. Я зачитаю, собрал все это в интернете, зачитаю основной список. Сложно все запомнить, сами понимаете, много законопроектов основных было. И все же. Итак, закон о повышении налога на добавленную стоимость НДС с 18% до 22%. Закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Закон о российских офшорных зонах для международных холдинговых компаний. Закон о увеличении государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов и водительских удостоверений нового поколения. Законопроект о создании отдельной курортной базы для российских судей. Закон о злоупотреблении правом на митинги в первом чтении. Пакет поправок в федеральном законодательстве, который наделили президента исключительными полномочиями. Закон о введении пошлины для граждан при покупке товаров в любых зарубежных интернет-магазинах в первом чтении. Закон, который разрешает регистрировать мигрантов в нежилых помещениях. Закон, который разрешает гражданам России собирать для собственных нужд варежных. Ну, это вы, наверное, слышали, да? Итого 10 законов, из которых ни один, кроме издевательского закона о сборе валежника, нельзя назвать народным. Закон про пенсии, откровенно антинародный, а прочее, так или иначе, ухудшающий жизнь народа России. То есть нас с вами. Итак, а вот список из 16 законов, которые Единая Россия не пропустила за эту сессию. 1. Законопроект об усилении парламентского контроля за деятельностью госкомпаний и госкорпораций. 2. Законопроект, который предлагалось приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране 35 тысяч рублей. 3. Законопроект о незаконном обогащении. 4. Законопроект о запрете на занятие ключевых должностей для лиц, имеющих или имевших судимость, подвергавшись уголовному преследованию за коррупцию. 5. Поправки в Уголовный кодекс, в которых предлагалось ужесточить наказание за кражи со значительным ущербом и смягчить его за мелкие кражи. 6. Четыре законопроекта о переходе к прогрессивной шкале по налогу на доходы физических лиц. 7. Законопроект, запрещающий близким родственникам одновременно работать в Государственной Думе или Совете Федерации. 8. Законопроект о восстановлении госконтроля над Центробанком. 9. Законопроект, который обязывает родственников-коррупционеров возмещать нанесенный ущерб. 10. Законопроект об оказании государственной поддержки гражданам, находящимся за чертой бедности. 11. Законопроект о дополнительной материальной поддержке инвалидов. 11. Законопроект о распределении части доходов от добычи полезных ископаемых между гражданами России. 12. Законопроект об ограничении уровня выплат зарплат тренерам и спортсменам в случае выбывания соревнований на их ранних стадиях. 13. Законопроект о госрегулировании цен на продукты питания, ограничивающий рост цен. 14. Законопроект о восстановлении индексации пенсии работающим пенсионерам. 15. Как видите, ни один нужный народу закон или ущемляющий права олигархов и чиновников партии «Единая Россия» принят не был. И это только за один год. За последний. 15. Итак, хотелось бы отметить, что в «Единой России», конечно, есть достойные люди. Это всего лишь один. Наталья Поклонская. Которая достойно показывает свои юридические и человеческие профессионали. 15. Помните, приезжали у нас в Думу нашу московскую хозяева, так сказать, сенаторы хозяева из США. И когда вся единороссовская братья встала и начала аплодировать, кроме Поклонской Натальи. 15. Делайте выводы, господа. Делайте выводы. Хозяева приехали, халу и встали, начали аплодировать. Вот так вот. Так. Остальное же стадо гнилых продажных спортсменов, артистов и олигархов. Почти у всех единороссов дети живут, учатся и работают, а в основном жируют в других странах на деньги, украденные у нашего народа. У нас с вами. У тебя и у меня. Их даже там презирают и ненавидят. Да так, что забирают жилье и блокируют счета в банках. Что бы хотелось сказать отдельно про нашего президента Владимира Владимировича. Напомню, что когда он баллотировался на президентские выборы 2018 года, он выдвигался как самовдвиженец. То есть, даже Путин понимал, что Единая Россия уже не обладает уважением и доверием народа. Вышел заранее из партии и на сегодняшний день он до сих пор не является членом партии Единая Россия. Может, я чего-то, конечно, не знаю. Но делайте выводы сами. Президента мы не трогаем. Наши рубежи стоят. Все стабильно. Президент на своем месте. Ну а вот, думаю, то пора менять. И менять радикально. А начать мы с вами можем с нашего региона, с республики Хакасия. Итак, давайте про наши выборы. У нас с вами в сентябре состоялись выборы. Было четыре, напомню, четыре претендента. У нас был действующий губернатор Зимин. Не буду имена называть кратко. Затем у нас был Филягин, Михяр и непосредственно Коновалов. Так получилось, что первый круг у нас по факту и по сути выиграл Коновалов. Это, конечно же, единороссов взбесило. И они начали крутить-вертеть. Вертят до сих пор. На сегодняшний день я вам скажу, уже 2 ноября, а мы с вами до сих пор не выбрали себе губернатора. Делается все тонко и интересно. Ну как тонко и интересно? Подло, по гнилому, как обычно. Ничего нового. Перед следующим туром у нас за день до выборов снимается Зимин. Якобы по состоянию здоровья. И, как мы с вами узнаем чуть позже, он принял новую должность заместителя в ЖД всея Руси. Теперь вопрос к генеральному прокурору или нашему прокурору. А почему не привлекать к уголовной ответственности? Как так человек снялся с выборов? Вложены колоссальные деньги, а он просто решил поменять работу. Наши деньги куда ушли? Выборы сорваны. Прокурор, отреагируйте на это, пожалуйста. В Сихакасе известно, тем более, что Зимин подмял под себя все, что можно. Вы сами все прекрасно знаете. Все земли у нас частные. В деревнях, вот дальше, выйдите за город, отъедьте километров 50-100. Людям даже скот негде пасти. Все земли частные. В лес заходить нельзя. На озерах купаться нам уже нельзя. Везде заказники с вешенебельными отелями стоят. Куда можно только определенным лицам попадать. Ну и, насколько знаю, тут совсем недавно у нас на Белё, да, произошло пожар большой. Сожгли частного предпринимателя, да, и хотят сейчас это озеро закрыть для всех нас с вами. То есть у нас еще минус одно озеро, где можно было бы отдохнуть. Но, по всей видимости, там у тебя будет новая заимочка, исполняющего обязанности губернатора. Разважаем. Хорошо. Разобрали. Дальше поехали. Итак, третий тур у нас уже с вами, выборов, который, опять же, у нас не состоялся. Конкуренцией был Михяр, который тоже себя пяткой в грудь бил, что он пойдет до конца, он самый лучший. Но за несколько, как обычно, там, за день, да, до уже выборов, 15 октября в 12.30, Александр Михяр, который у нас от партии Роста был, заявляет следующее. Цитирую. Я принял решение снять свою кандидатуру с выборов. Главы Ресволи Хакасия считаю, что вы имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей. Сегодня это сделать невозможно, и до того, что накал страстей достиг апогея. Приехали. Вот так. Натал страстей такой, видать, так ему хвост прижали. Сказали, либо ты уйдешь, вот тебе денешь определенное количество, либо мы с тобой что-то сделаем. Видать, у него кукан пригорел, что он уже бегом побежал. Сбежал с выборов. Хотя до этого-то уже усиленно пяткой себя в грудь делал. Прорвемся, я буду губернатором. Только не коммунисты. В конечном итоге, что мы имеем на сегодняшний день? Таким образом, во втором туре будет участвовать один единственный кандидат, представитель КПРФ. Для того, чтобы получить губернаторские полномочия, ему требуется набрать более 50% голосов избирателей республики. Многие замеваются в таком исходе голосования, которое, кстати говоря, также переносится теперь по данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 21 октября на 11 ноября. Если Валентин Коновалов не наберет рема от числа голосов, ЦИК РФ по закону будет вынужден признать выборы недействительные и назначить новые выборы. Например, на единый день голосования будущего года. То есть 9 сентября. 19-го, правда, уже года. И уже будущим летом нас с вами вновь ждет избирательная кампания с выдвижением кандидата, процедуры прохождения ими муниципального фильтра, сбором подписей, регистрации, агитаций. И, конечно же, растраты наших с вами налогов, наших с вами средств. Что хочется сказать? Партия? Какая партия? Партия единоросска. Они к этому и стремятся, и задача сорвать выборы. Почему? Да про все просто. 4 октября 1918 года в 13.24 в Доме правительства были приглашены журналисты на церемонию представления приехавшего в республику временно исполняющего обязанности главы республики Акасии Михаила Разбожаева. Всему руководящему составу исполнительной и законодательной власти региона. И с первого дня Михаил Разбожаев окунулся в проблему региона, засучив рукава. К чему бы это? Да все просто. Нужно показать себя грамотным и ответственным в Рио губернатором. Чтобы пристрели выборов в лице Коновалова, уже вместе с ним побороться за кресло главы региона. Но мы-то знаем, что это такой же представитель Единой России. И что ничего не изменится на самом деле. Политика партии антинародная. Напомню, сам президент Путин не состоит в Единой России. Разбожаев сделает все возможное, чтобы сорвать выборы и вывести себя на кресло губернатора. Надеюсь, вы это понимаете, как и отче наш. Что они, собственно, сейчас и делают. Итак, что бы еще хотелось добавить. Представьте себе, наша республика одна из богатейших. У нас есть Саянский алюминиевый завод, у нас есть СУЭК, различные угольные компании. Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС, вагон МАШ, хорошо развито скотоводство и сельское хозяйство. У нас с вами закупана здесь практически вся таблица Менделеева. Но деньги в виде налогов уходят не к нам в бюджет, не в бюджет нашей республики, а уходят они в Москву и Питер. Именно там сидят олигархи, хозяева. И налоги платят себе не в казну, а в столице. Имеется в виду Московию и Питер, северная столица. Поэтому мы с вами нищие, и республика постоянно в долгах. Нищенские зарплаты, ипотеки, микрозаймы под сумасшедшие проценты, грабительские проценты, кредиты. Большинство из нас с вами ездит на старых машинах, в том числе и я. Я не могу себе позволить новый автомобиль. Я не хочу лезть и в очередной кредит, у меня их и так два. И по всей видимости у вас большинства то же самое творится. Продукты у нас низшего качества. Вы посмотрите, вы хотя бы раз просто становились возле пола, читали состав, то чем нас кормят. Зайдите хотя бы в тот же батон и попробуйте прочитать. Из чего, из каких рогов и копыт вас кормят. Я честно скажу, там на скидку 3-4 наименования товара, которые я могу себе взять. Которые более-менее как-то там подходят под состав нормального продукта. А вы как-нибудь озадачите, просто почитайте, что вы едите. У вас волосы дыбом станут. И вот это мы едим с вами. Директора у нас организации получают по 15-25 тысяч. Учителя, медики и того меньше. Даже в органах урезают зарплату. Постоянно идут везде сокращения. И вы это все прекрасно знаете. Сейчас все настолько запуганы. Все просто боятся потерять вот эти последние крохи. Потерять зарплату. А у всех сидят на кредитах, на ипотеках. Будет нечем просто оплатить. Нечем будет гасить их. И вы сами понимаете, что мы можем просто лишиться всего. Это может произойти в течение 1-2 месяцев. Все у нас таким образом поставлено. Народ вынужден работать на 2-3 работах. Потому что на 15 тысяч в республике Хакасия, хоть где, хоть в деревне даже, прожить практически невозможно. А если взять, допустим, даже меня, ипотека почти 30 тысяч. Плюс квартплата 7 тысяч. Плюс там коммунальные отдельно платежи. Интернет, телефон. Итого выходит по расходам. Около полтинника только для того, чтобы просто не умереть. Теперь представьте, работаю я учителем, зарплатка у меня официально на руки. С вычетом всех налогов и так далее. У меня выходит 15-16 тысяч в месяц. Да это нереально, ребята, вы что? Я могу вам все показать свои расчетки. Вы вахните и ухните. И это не только в школе, где работаю я. Это во всех школах. Там зарплата, может, какая-то хорошая есть, а единицы. Не знаю, что случилось, но в том году у меня зарплата была больше. А в этом году у меня зарплата меньше, поэтому еще раз приходится работать. На трех работах, чтобы на сегодняшний день оплачивать свои все долги, перед которыми меня поставило государство. Государство не дало мне квартиру. Я вынужден был брать грабительские проценты. Я могу показать свой сбербанковский договор. Там тихий ужас. Если в месяц я плачу 27 тысяч, из них у меня высчитывается основной долг около 6300 рублей. Все остальное идут проценты. И это каждый месяц. И это у всех у вас так же, не только у меня. Так, что мы можем изменить сегодня, сейчас? Во-первых, мы должны все пойти на выборы 11 ноября. И проголосовать за. Объясню почему. Хотя нет. Давайте так. Некоторые сейчас начнут кричать. Как так? Это же не выбор без выбора. Извините, выбор был. Было 4 претендента. Я вам их озвучил. Вы все их прекрасно знаете. Трое из них слились позорным образом. И нам остался самый достойный кандидат. Собственно говоря, за него и будем голосовать. Он молод и неопытен. Так его быстро натаскают старшепартийники из той же Москвы. Поверьте, хуже уже некуда. Максимум, что могу сделать, это у нас сейчас еще немножко, погодя, вообще-то брать пенсию. Лишить нас ее. Хотя мы с вами все в числе оттуда денег. Ну, хотя из нас, друзья, до 65 мужчины редко доживают. И женщин до 63. И все. А вот хотел бы, конечно, такой вопрос поднять. А где у нас триллионы денег наших накоплений, пенсионных, тех людей, которые, допустим, уже умерли и не получают свою пенсию? Куда ушли эти триллионы? Там реально сумасшедшие деньги. Все разворовали. А кто разворовал? Представители Единой России. Лично я ничего не брал. Думаю, из вас тоже большинство не были в этой кормушке. Денег мы не видим. Где деньги? Пенсия? У меня и мамы пенсии 11 тысяч. Всю жизнь человек проработал. У отца там что-то еще, по-моему, меньше. У знакомых 11-13 тысяч пенсий. Да мне это вообще прожить невозможно. Еще раз говорю, с учетом того, что если хотя бы наши родители когда-то успели заработать себе, не то что заработать, а когда-то получить квартиры, или потом в дальнейшем когда-то купить и заработать, отработать, это ладно. А большинство-то сейчас сидят на ипотеках. Я молчу про те, кто вообще в аренде сидит. В Хакасии очень зажат малый бизнес. Но зато у нас очень хорошо развиты и еще до сих пор развиваются пивные табачные магазины, которых становится с каждым месяцем все больше и больше. И залоговые шараги, где вы можете заложить свое имущество, чтобы получить какую-то копейку. Пойти тут же в соседнее крыльцо и взять себе пойло. Бухнуть с горя. Итак, что мы имеем? Никто не контролирует спаивание народа. Хакасию, не то что Россию, Хакасию спаивают до ужаса. Спаивают причем очень много предпринимателей с Красноярской и Новосибирской. Вы обратите внимание на какие-то эти все магазины. Я не буду в их целях рекламы названия называть. Но по факту большинство из них это у нас с вами Красноярск и Новосибирск. Местных дураков тоже хватает. Которые это пойло Хават. Ну, это уже, как говорится, искусственный отбор. У нас с вами еще в ближайшие дни, я думаю, уже примут новый закон. Это у нас будет новый налог для самозанятых. Единый платеж с выручки будет введен. А, ну, получается, с 2019 года. То есть, буквально все тут осталось у нас в ноябрь, декабрь. И, о, привет, через два месяца мы с вами, я не имею в виду себя. Я имею в виду те, кто официально не работает. А еще, представляю, если живут на какое-то пособие или вообще не имеют работы. А еще, может быть, инвалиды получают копейки. Ну, вообще, не работает человек. Ну, нет работы у нас в Хакасии. Нет, за 10 тысяч есть работа. Ну, за 10 тысяч, извините, нормальный человек не пойдет работать. Это уж совсем. У нас русские не любят работать дешево. Но, опять же, к чему все это? Вы должны будете заплатить определенную сумму. Насколько я знаю, в год это что-то около 30 тысяч рублей будет. Примерно. Ну, я не знаю, может, они там что-то еще подкорректируют. То есть, где-то будут еще эти деньги вам взять. И радоваться жизни. В эту категорию подпадают, конечно, парикмахеры. В основном все люди, которые оказывают услуги. В большей части фотографы, операторы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, этим людям придется еще платить дополнительно. Что сказать? Работы у нас оплачиваемой в регионе практически нет. Если более-менее достойна зарплата, там сидит единоросс, там сидит его вся родня. И нам, простым смертным, с вами туда попасть нереально. Честно скажу, многие в Хакасии имеют по 2-3 высших образования. Но это никак не сказывается на увеличение зарплаты. У меня у самого 2 высших образования. Юридическое и педагогическое. Но при этом, извините, я получаю копейки. И вынужден, опять же говорю, работать на 3 работах, чтобы хоть как-то маленько, хоть как-то справлять свои вот эти все финансовые нужды. Отвечу всем горячим головам на вопрос, сколько мне заплатили за это видео. Ни копейки мне никто не заплатил. И это честно. Это называть будем кри души. Честно скажу, я специально в конце вставку сделаю, в прошлый ролик по выборам, где еще Зимин у нас не снялся. И как я пытался людей успокоить, что давайте, может, что-то все это будет нормально. Нет. Ну, говорю, это было до того момента, пока Единая Россия не приняла антинародный закон по пенсии. Как только они это сделали, извините, для меня вы умерли, господа. Сейчас, сегодня и до 11 ноября вся страна сжала вот так вот кулаки, поверьте мне, вся страна. Все насторожились и ждут, как мы с вами, хакасы, здесь в Хакасии решим. Закончим мы эту эпопею с выборами или перейдем в цирковое училище все дальше, на следующий год. Сможем ли мы эту гнилую систему сломать? Сможем ли мы поменять лидера здесь, в Хакасии? Сможем ли мы вообще что-то изменить? Сменить эту партию, которая против народа? Кстати, вы оценили мою кофточку? Я родился в СССР, большинство из нас, из вас родились в этот период. Я помню, как была жизнь хорошо. Я помню, берешь вот такой 5 рублей одной монетки, идешь в магазин, а возвращаешься с полным пакетом. Тогда не пакеты были такие, сумочки, а воськи, так называемые. Молодежь-то не знает. Ну, погуглите, посмотрите. Мы ходили, никого ничего не прятали, все знали, что мы кушаем, что мы пьем. Итак, еще раз, это наш шанс. Наш с вами шанс. Каждого работяги, каждого безработного, каждого студента, кому исполнилось 18 лет. Каждому пенсионеру, каждому гражданину Российской Федерации, проживающему, прописанному в Республике Хакасии. Есть шанс у всей огромной страны, что что-то изменится. И этот старт уже дан в некоторых регионах. Наша задача с вами укрепить это. Все сейчас ждут, что мы проголосуем за изменения в своей жизни. И поверьте, у нас уже соседние регионы Иркутск, коммунисты, у нас есть и ЛДПР, повыбрали губернаторов других регионов. Кому интересно, погуглите, я не буду уже туда дальше везти. Знаю, что губернаторы поменялись и в Иркутске, и уже начали эти новые губернаторы разгонять всю эту швобу. Разгоняют все эти дорогие автопарки, распродают, проверяют госзакупки, сумасшедшие яхты. Все это начинают распродавать и все уже в бюджет своих регионов вкладывать. То же самое и должны сделать и мы. Что можно сказать? Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Помните, какой лозунг был хороший? Давайте придержимся его. Еще бы хотел сказать, видел видеоролик и кто-то комментировал, что у Коновалова нет своей программы. Я не поленился, зашел на их официальный сайт, но вот эта пачечка, тут 5,5 листов, страниц. Четко прописана предвыборная программа КПРФ Хакасии. То, что они планируют изменить. Это, говорю, можете поздравить паузу, а лучше наберите в интернете и знакомьтесь на официальном сайте. Я не буду рассказывать и показывать, чего они нам хотят предложить. Я хотел бы добавить, может быть, от себя, чего бы я хотел, как простой гражданин Российской Федерации, как человек, который живет в Хакасии. Что бы я хотел добавить? Программу вот рабочую, да? Коновалу. В первую очередь, придет к власти, я надеюсь, он не сольется, не купят его. Мы очень надеемся всей страной на тебя, Коновалов. Не подведи нас. Итак, слушай внимательно и записывай. Мы бы хотели, я бы хотел лично, чтобы ты распродал весь иностранный автопарк, который нас закупали за эти годы. А там сумасшедшая сумма. Затем обязать депутатов, министров пересесть на отечественных автопарк. Кстати, я же по больнице периодически езжу, они ездят на Волгах. Кто при этом сможет, как в Советском Союзе, на Волгах, красота. Почему бы и нет? Уволить, посадить с конфискации имущества всех взяточников и воров. Все они у нас на слуху. Мы знаем, кто куда ворует деньги. Вы знаете, куда они. Все точно. Всех пересадить, всех с конфискацией. Обязательно должна быть прокурорская проверка всего круга Зимина. Зимина лично в том числе. И тех кандидатов, которые сняли свои кандидатуры с целью подкупа. Мы все это прекрасно знаем и понимаем. Либо это были угрозы. Прокурор должен отреагировать. Он должен выяснить это. Я не слышал, чтобы что-то произвели. Производились какие-то мероприятия. Но не было ничего. Если я ошибаюсь, в комментариях напишите, пожалуйста. Что нужно сделать с вами со всеми перечисленными СШГС и так далее? У нас с вами много предприятий различных. Нужно нациализировать все наши предприятия на территории Хакасии. Все налоги со всей продукции должны оставаться в республике. В худшем случае обязать хозяев олигархов прописаться в Хакасии и платить с этих предприятий. Налоги не в Москву и Питер. А платить в наш с вами родной Хакасский. Нам обязательно нужно ввести смертную казнь в нашем регионе для насильников и педофилов. Вы посмотрите, что творится. Детей уже страшно выпускать. Не то что вечером, даже днем из дома. Они, эти мрази, гнилые. Это насколько нужно быть конченным в голове, чтобы постигнуть на здоровье, вообще на тело, ребенка. Это насколько нужен больным, уродам. Вот таких нужно сразу же. Не надо их кастрировать, не надо их закрывать тюрьму. Нужно показательно вешать на площади. Вешать за то, чем они думают. Это было бы самое лучшее. Что делать по ворам? Воров с конфискацией. Особенно воров политиков. Чтобы все знали. Украл. Тебя не только посадят. А ты потом отсидишь и выйдешь. И будешь радоваться жизни. Наворованным. Нет, тебя конфискуют все у тебя. И у твоих родственников все конфискуют у ближайших. У тебя бы все знали. Ага. Куда же деваться. За границу с капиталами ехать? Никак. Там и так все заберут. Ну и здесь могут еще посадить и лишить. У тебя бы и работали честно. И зарплата, чтобы была у политиков, такая же, как у бюджетников. У учителей и врачей. Ну чуть-чуть, может повыше. Совсем чуть-чуть. Как только вы будете подгонять до своей зарплаты все зарплаты, тогда можете добавить себе чуть-чуть. Это будет честно. По отношению ко всем нам. Затем. Что еще хотелось бы, чтобы изменилось для начала хотя бы в нашей республике? Закрыть все алкомаркеты. Пивнушки. Закрыть все эти ростовсические конторы. Грабительские. Все эти ломбарды, которых тьма за каждым... В каждом доме, по-моему, уже есть ломбард. Либо пивнушка, либо что-то еще подобное. И опять же говорю, если нет возможности все эти закрепленные пивные магазины, табачки, вынести их за территорию населенных пунктов, пусть туда эти придурки, кому надо нажраться, накуриться, едут отдельно. А вообще, по идее, как в цивилизованных странах, в магазине купил бутылку водки, сразу на учет его. Это предстоящий, будущий преступник, который в ближайшее время, распив это пойло, совершит преступление. Как вы знаете, у нас 90% преступлений в алкогольном опьянении происходит. Так, что бы еще хотелось? Повысить в 2-3 раза зарплаты бюджетникам, учителям, медикам и так далее. Потому что, извините, но кто нас лечит, кто нас учит, наших детей, наших людей, они не должны получать по 10-15 тысяч. Это не серьезно. Еще раз говорю, уровень жизни другой совсем. Этих денег не хватит ни на что. Это касается не только медработников, учителей высоких категорий. Это весь медперсонал, весь учительский, педагоги, доп. образования и так далее. Тренера различные. Зарплаты ужасно низкие. Ужасно низкие. И опять же, еще раз говорю, а зарплаты депутатов снизить до уровня тех же учителей и медиков. Увеличить пенсии, как минимум, на северный коэффициент 30%, дополнительно у нас в республике. Мы приравнены к северу. И повысить 2-3 раза стипендии студентов. Я думаю, это будет справедливо и честно. И опять же, в связи с вышесказанным, вы поймете, если будут налоги все оставаться у нас в республике, для нас все эти поднятия цен для работающих студентов и пенсионеров будет просто свободно, легко и доступно. Ну и еще раз. 11 ноября обязательно нужно идти голосовать. Не сидите на диванах. Ничего вы не измените, тыкая зомбоящика и попивая пойло пивко. Идите, голосуйте, голосуйте за. За изменения в этой жизни. Будет все по-другому. Нам нужно менять власть. Власть зажралась. Я не хочу, чтобы у нас произошло то, что происходит сейчас на Украине. У нас это все тоже очень рядом и близко. Все очень рядом и близко. Все. Вся страна ждет, насторожилась. Это наш шанс. Это шанс всей страны. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Все. Это была вводная часть. Будем следить дальше за всей суетой, которая происходит. Я надеюсь, Коновалов не сольется позорным образом, как его три оппонента. И мы с вами пронаблюдаем концовку этого эпического сражения, этого цирка, который у нас с вами Единая Россия развела. Хватит уже из нас делать клоунов и шутов. Все на выбор. Ставим палец вверх. Подписываемся. Будет много интересного. Пока-пока.